Добрый день, это новая социология на репортере, меня зовут Григорий Блайда. На этой неделе мы решили посвятить программу, чрезвычайно актуальной в обществе теме, но не среди политиков. Языковой вопрос продолжает оставаться предметом жарких дискуссий среди людей, но о нем почему-то молчат в эфирах национальных телеканалов. Мы решили нарушить эту традицию и говорим сегодня с президентом Центра этнических и политических исследований ЛАД Геннадием Чужовым. Геннадий, добрый день, мы рады вас видеть в этой студии. Давайте, прежде чем мы перейдем к результатам социологического исследования, давайте поймем, действительно ли эта тема остается актуальной и злободневной среди людей, и почему они перестали говорить в последние два года, хотя помните, еще 5-7 лет назад на этой теме строились политические кампании. Карьеры даже. Карьеры и некоторых политиков, и политические кампании в преддверии выборов. И голословно обвиняли многих людей, которые пытались решить эту проблему в правовом ключе, используя хартию региональных мов и мов национальных меньшин в каких-то предвзятых отношениях к той или иной проблеме. Наоборот, нужно высвечивать, наоборот, нужно в прямых эфирах обсуждать эту тему и приходить к научному консенсусу. Я считаю, что эта тема продолжает оставаться актуальной, так как буквально недавно, мы знаем, было принято решение Национальной комиссии по радиовещанию и телевидению о том, что много каналов недостаточно используют украинское вещание в культурных передачах, в передачах научных и так далее. И повышается постоянно ставка процента использования языка в этих программах. — Как Вы считаете, то, что увеличивается доля украинского языка в эфирах, в частности радиоэфиров, это способствует распространению украинского языка в обществе, вот я имею в виду наш регион, в целом, в среднем русскоязычном? — Обычно, как делается в развитых демократиях, к которым мы относим западный мир, цивилизованный, куда мы стремимся, скажем так, как ассоциативные члены, делается опрос населения. На основании этого вопроса населения, это разделом входит научное исследование, которое обрабатывается департаментами внутренней политики министерства, которые отвечают за эту проблему, и тогда принимается выверенное решение на основании обратной связи с обществом. — Можно, увидев созревание проблемы, ее плавно решить. — Например, были какие-то миграционные процессы, и миграционные процессы привели к численности населения, увеличению, так же? — Значит, что нужно говорить? Надо реагировать, так же? — Точно так же и здесь. Отток населения, например, происходит там в Закарпатии большими темпами, какая-то часть, какая-то диаспора остается доминирующей. Значит, нужно применять те или иные меры государственного регулирования в языковой проблеме. Проблема же существует. Проблема связана с тем, что требуется, конечно же, возрождение языков национальных меньшинств, которыми относится и русский язык для украинцев. — Кстати, закон Кеварова-Колесенченко, принятый в 2012 году, языковой закон, он и формализовал вот эти отношения национальных меньшинств по критерию языка. Почему об этом законе сейчас не принято говорить? — Я вам скажу более того. Думаю, что вот эти события, которые развернулись в начале марта 2014 года, они в том числе были спровоцированы неправильным толкованием, ненаучным подходом к тем законам, которые принял легитимный орган власти Верховной Рады. А он принял закон, который мы называем законом Кеварова-Колесенченко, который предусматривал 10% количество населения для населенных пунктов, в которых может быть принято общение или деловая переписка и судебные моменты какие-то на этом языке. То есть общение в местных советах органов власти. Никто никого ничего не заставлял. Все идет в строгом соответствии харти языков, которые я упоминал выше. И, соответственно, нужно просто было разъяснять. А так как многие политики стали заангажированы применять вот эту норму в плане критики, а потом Верховная Рада, вы знаете, приняла решение, что мы отменяем действие закона, Восток содрогнулся в том числе, увидев какую-то дискриминацию, в данном случае по языковой культуре. И другие моменты были связаны с тем, что Крым особенно как среагировал, но Крым там более сложная проблема. То, что на законодательном уровне отменяют языковые вопросы, никоим образом не сказывается на общественном мнении. Давайте мы сейчас его рассмотрим по результату социологического исследования. Я отмечу, что было опрошено 800 респондентов старше 18 лет. В среднем в целом в ноябре, в декабре месяце. Вот буквально самые свежие данные. Пусть нас не обвиняют в том, что это данные двух-трехлетней давности. Нет, исследования были свежие. Мы закончили 8 декабря, 24 ноября начали. Опрашено было в телефонном режиме 800 респондентов. Это очень высокая выборка. Можно и 400 делать, но мы с запасом берем. Когда плановые идут исследования нашего центра, мы в том числе задавали этот вопрос. И вопрос звучал так. Давайте мы первый вопрос озвучим и сразу посмотрим данные на экране. На каком языке вы разговариваете дома? Звучала первая анкета. И вот так расположились проценты. Украинский язык родной дома для 14% одесситов. Русский 71% одесситов считают родным и разговаривают на нем дома. И 15% одесситов в равной мере используют русский и украинский язык. У меня в связи с этим такой вопрос. Изменились ли эти цифры, может быть вы проводили исследование раньше, изменились ли эти цифры в пользу украинского языка за последние два года, после того, как в Украине проводится активная политика украинизации? Я говорю по памяти, конечно, но по-моему все-таки практически стоит на месте цифра. Чуть-чуть может потянуться украинский язык, потому что все-таки культурное национальное возрождение существует, оно дает о себе знать. Но я приведу пример на примере своей семьи. У меня в семье разговаривают на русском языке, но часто, когда эмоции разговора накаливаются, ее накал, переходит жена на украинский, и я потом с ней говорю на украинском языке. Так что здесь все, говорится, в Одессе, в этом плане все выдержано, спокойно, толерантно. То есть Одесса в целом дома остается русскоязычным городом? 7 из 10 одесситов. Давайте вторая анкета. Легко ли вы воспринимаете информацию, средства массовой информации на государственном, то бишь украинском языке? Ответы расположились следующим образом. 52% опрошенных легко воспринимают информацию на украинском языке, и 48% с трудом воспринимают информацию СМИ на государственном украинском языке. Видите, какое отличие существует? 71 из 52. А это говорит о следующем. О том, что все-таки очень много молодежи обучается более продуктивно в последнее время на украинском языке, и опрос постоянно затраивает теперь уже молодежь. Мы же делаем выборку простой вероятностью, распределяем по возрастам, по районам города, и, соответственно, подтягивается уже не бытовой язык, а тот язык, который необходим в деловом общении, в школе, потом в каких-то органах власти, в судах. И телевизионное общение тоже происходит. Соответственно, мы видим, что достаточно высокие, по сравнению 14% украинских, вы разговариваете дома, людей понимают государственный язык. То есть русские, болгары. А понимают не значит, что говорят. Не значит, да, но понимают. Ну, опять же, большинство центральных телеканалов, все-таки, их язык украинский, и люди уже просто привыкли. Совершенно верно. За 25 лет независимости люди привыкли к тому, что новости им читают на украинском языке. Да, совершенно верно. Ну, и кроме того, здесь уже, как бы, понимание, оно идет, понимая, не значит, говорю. Да. Намного легче понимать, чем говорить. Это тоже. Третья анкета, и вопрос звучит следующим образом. Сталкивались ли вы с трудностями восприятия языка, читая инструкции к лекарственным препаратам на государственном украинском языке? Речь идет о тех пресловутых инструкциях к лекарствам. Да, да. Шрифт, который их написан не только мелко, о чем жаловались пенсионеры, да, на что жаловались. А еще и на украинском языке. Итак, 54% опрошенных сталкиваются с трудностями при чтении инструкции к лекарствам. 37% одесситов не испытывают никаких трудностей. И 9% опрошенных не читают инструкции. Но о том, что не читают, мы не будем этого поиск медикам. Давайте все-таки поговорим о языке. 54% все-таки, несмотря на то, что они понимают новости на украинском языке, о чем мы сейчас говорили с вами, что мы сейчас выяснили, читают гораздо... Гораздо сложнее, совершенно верно. А о чем идет речь? Я понимаю вопрос так. Дело в том, что культура, которая в последнее время впитала в себя латиницу, впитала, значит, все последние современные термины, она разрабатывалась на русском языке. И мы привыкли к этому. Старшее поколение, оно больше болеет и больше читает инструкции. Поэтому для них очень сложно читать на украинском языке. И это, я считаю, большая ошибка. Но уже, кстати, стала применяться в некоторых фармацевтических компаниях система, когда еще дублируется на русском языке обязательно. Потому что он более легок для понимания, он более язык, который впитал в себя сложные термины, вот эти латиницу и так далее. Соответственно, русский язык имеет достойное право на участие в образовании или в информативном пространстве нашего государства, нашего города Одессы. И одессы там крайне легче было бы читать на русском языке эти инструкции. Намного легче. А почему законодательно не урегулировано, например, что, ну, вы говорите, это инициатива фармацевтических компаний, например, предоставлять альтернативу и выбор. Почему государство на государственном уровне, несмотря на то, что русский не является государственным, нельзя предусмотреть эту норму? А это прямое решение? Все-таки учитывая, что 50% украинцев говорят на русском языке. Я же говорю, бездействие, очень серьезное бездействие, халатное бездействие, преступное, наверное, бездействие власти, в многих случаях, которые должны эти процессы отслеживать. Ведь пенсионеры жалуются, пишут письма, говорят об этом в средствах, масса информации, но реакции никакой. Нужно обязательно вопрос рассмотреть на законодательном уровне, предоставить такую возможность людям в итоге получать добротный сервис в виде инструкции на русском языке. Давайте еще об инструкциях, но уже в данном случае об инструкциях не медицинских препаратов, а бытовой техники. Сталкивались ли вы с трудностями восприятия государственного украинского языка, читая инструкции к предметам повседневного использования, будь то холодильники, телевизоры и другая бытовая техника? Здесь ответы расположились следующим образом. 43% сталкиваются с трудностями, 44% опрошенных с трудностями не сталкиваются и 13% не читают эти инструкции. Видимо, во всем разбираются. Здесь практически одинаковые данные. Все-таки в медпрепаратах разбираться сложнее, чем в холодильнике. Общая языковая культура Одессы построена и она скомбинирована, и она компилирована, и составляет ее основу. Это все-таки русский язык. Так было традиционно. Когда в нашем городе еще практически было паритетное соотношение даже тех же евреев с русскими, это было в 1897 году доказано, известная перепись у населения в городе Одессы. В чем здесь маленький нюанс? Маленький нюанс состоит в том, что Одессу считали в конце 19 века границы города по границам Патафранковской, где была таможенная граница, они потом были разрушены, но в целом город старый считался по Старопатафранковской, и он там шел вот так вдоль улицы внешней, бывшая Мечникова. Таким образом, мы с вами получаем результат, что все окраины, это Слободка, это Нерубайская, это Усатова, это Татарка, Лиманская, многие другие, которые, вот Черноморка там и так далее, которая, Одесская Черноморка, не та, которая в Лиманском районе, и вот эти все выселки за фонтаном дальше, за 16-й станцией дачи Коврецкого, это все были украиноязычные территории, но они не были в границах города. И Одесса впитала городскую культуру, переварила ее, конгломерат, такой котел, котел мнений, культур, но в целом общение шло на еврейском языке, вернее, хотел сказать, на русском языке, который помогал. А третье место занимали поляки и греки. Соответственно, украинцев было в центре города очень мало, потому что ремесленные производства и любые другие вещи, связанные с обработкой сельского хозяйства, подсобным, они находились за пределами Одессы. Вот так сформировалась городская языковая культура, русская в Одессе. И это нормальный процесс, как в любом другом городе, в котором существует преобладание того или иного этнического состава. Но это не значит, что сейчас мы не должны исправить, кстати, по ходу, спасибо вам, что вы задали такой вопрос, ошибку. Дело в том, что границы города Одессы при царском режиме до 17-го года, ну, будем говорить, до 21-го года, они были в три раза больше. И те населенные пункты, которые я назвал, они как раз входили юридически в состав Одессы, юридически входили, но языковом, то, что я сказал, анклав был в центре города. А сейчас мы имеем проблемы с автостоянками, у нас на голове уже стоят машины, в прямом переносном смысле слова, автохамы один на одном, из-за того, что органы власти в свое время КГБ, МВД, НГБ, ЧК, ВЧК, они для снятия своей напряженности, своих проблем, криминогенной обстановки, когда рядом была Бессарабия, Гарумыния была рядом, да, они имели большой, как говорят в Одессе, гембель, и себе упростить задачу решили тем, что срезали границы города, так как была партия, для которой не было важно, это город Одесса или это соседний район, который она все равно кировала, руководила. Когда мы более-менее выходим в правовые какие-то рамки, измерения, для нас эта проблема актуальнейшая, у нас нет развития города, и у нас эти машины просто делают коллапс транспортный и все инфраструктурный. Давайте поговорим о языковых предпочтениях национальных меньшинств, а точнее, следующий вопрос, следующая анкета касалась непосредственно закона Украины об основах государственной языковой политики, принятого в 2012 году, более известного как закон Кивалова-Колесниченко. Считаете ли вы правильным обеспечение свободного развития региональных языков или языков меньшинств в соответствии с законом Украины об основах государственной языковой политики, принятого в 2012 году? Итак, 73% одесситов поддерживают закон, 19% не поддерживают и затрудняются ответить на этот вопрос, 8% опрошенных. То есть мы видим, что одесситы в целом поддерживают инициативу, которая была принята в 2012 году, после чего ее постигла судьба критики нещадной и отчасти изобвения, и вот мы к ней возвращаемся. Я даже скажу больше того, я почему-то глубоко уделил внимание вот соседней теме, которая была связана с тем, что Одесса перегружена транспортом. То же самое здесь. Проблема часто политизируется. Если никто не дал альтернативный законопроект, или в последнее время, последние годы, последние почти 5 лет, мы не видим предложения, чтобы отрегулировать проблему, это не есть хорошо, это не есть правильно, нужно отрабатывать эти позиции. Если вы не согласны, публикуйте, выходите, подавайте через народных депутатов. Отменить всегда можно, а вот предложить альтернативу? Я считаю, что правильный закон был тогда сделан. 10% людей на той или иной территории получали право функционирования уже в государственных инстанциях, не только общаться на улице, но и писать документы. Особенно это касается, например, Бессарабии, где молдаване и болгары. Едва ли не каждое второе село в Болградском, в Татарбунарском районе, это болгароязычное село. Молдаване, русские. Там более 10% населения точно разговаривают на болгарском языке. Для них были предоставлены вот эти полномочия. Я вам скажу даже больше, хорошо, что вы так глубоко копнули, Григорий. Дело в том, что есть такой термин появился в последнее время, русскоязычные украинцы. Кстати, да. Это их оскорбляет. Я себя отрошу. Да, они говорят, мы не можем говорить, вот никак, кроме как, понимая на русскоязычном. При этом мы любим, обожаем свою страну, свой флаг, защищаем родину, все остальное, что угодно. Но язык, вы не режьте по-живому. Это очень сложный механизм. И он формируется десятками, сотнями лет, это пространство культурное. И оно облегчает взаимопонимание. Он формируется в утробе матери, если что-то. Да, и взаимопонимание облегчается. Конечно. Сколько государственных языков должно быть, по вашему мнению, в Украине? Следующий вопрос, который задали социологи испытуемым. Итак, 43% одесситов считают, что государственный язык должен быть один. 50% одесситов считают, что государственных языков в Украине должно быть два. 4% три государственных языка. И 3% одесситов считают, что в Украине должно быть четыре государственных языка. Итак, два – это абсолютный лидер. Имеется ввиду украинский и русский, я так понимаю? А один это украинский? Да, русский язык, он на самом деле в моих научных работах есть, у меня свойственный журнал, есть научный, Лукоморье называется, история, этнология, археология, северо-западная про Черноморье. И там есть статья в моем соавторстве с профессором Шабашовым, директором нашего центра научного лад, в котором четко указано, что язык русский имеет особый статус в силу исторических традиций и ментальных традиций. Поэтому мы не можем его в нашей классификации, которую мы дали, ставить на какое-то третье место или промежуточное. Он имеет статус языка, который приобрел силу, и поэтому в нашей квалификации он заслуживает внимания самопристально, вплоть до того, что возможно его рассмотреть, опять же, с помощью социологии, научных исследований и вынесения на референдум, если таковой состоится, в качестве второго государственного языка. И это никоим образом не оскорбляет, никого не унижает. Это, наоборот, нормальный, здоровый научный подход. Я завершу мысль по предыдущему блоку вопросов, что когда нет обратной связи, не решаются проблемы не только с языком, но и с дорогами, и с автомобилями, и всем остальным. Это общая системная болезнь нашей власти. Нужно решать эти проблемы. Нужно слышать людей. И, собственно, для этого мы, собственно, и затронули сегодня эту тему в том числе. Давайте перейдем к следующей анкете. Как вы оцениваете свой уровень владения государственным языком? Такой вопрос звучал интервью. 28% самокритичный. Да, да. 28% я забегу вперед, наперед оценивают свое знание на пятерку. Ну, а на единицу 3%, на двойку 10%, на тройку 24%, на четверку 35% одесситов оценивают знание украинского языка. И, опять же, на пятерку 28%. То есть, абсолютно лидирует четверка и пятерка. Несмотря на то, что одесситы, опять же, в совершенстве практически по их собственному мнению, по их самооценке владеют украинским языком, это не значит, что они будут на нем говорить. Да, вот вы правильно все сказали. Мы видим, что достаточно преобладания доминирования, более 70% русского языка, а 28% почему-то говорят хорошо. Но они же не говорят на нем. Значит, им легче, им контактнее, им выгоднее. Я знаю украинские совершенства. Я бы, наверное, тоже сказал, что на пятерку, может быть, хуже, чем житель Львовской области, но, тем не менее, я прекрасно владел. И вы входите в состав тех 70%. Но я разговариваю с вами на русском языке. Совершенно верно. Здесь не надо политизация. Здесь надо просто как удобно человеку жить и не мешайте ему жить. А все остальное – это происки политиков, которые пытаются себе поднять рейтинг и потом это преобразовать в виде каких-то выборных результатов. Если сейчас, например, создастся такая политическая конъюнктура, при которой власть обратит внимание на эту проблему, да, спустя два года вот такого безвремени, а как вы считаете, не вызовет ли это всплеска, бурного всплеска эмоций у представителей так называемых патриотических организаций, которые сейчас чрезвычайно активны? Вызовет обязательно. Я вам, наверное, скажу более того. Вот я на государственном телеканале был приглашен как эксперт и вел порядка 30 передач на разные темы экономические, политические, этнические вопросы, социально-экономического характера, как приглашенный в студию. Я приглашал гостей, я ввел эти передачи. Ввел передачи каким образом? Здороваясь на государственном языке, на государственном, все-таки мы живем в стране Украина. Но потом, когда гость говорит с тобой на русском языке или на каком-то другом, который я понимаю, даже англичане были, немцы немножко что-то там и общались, я не могу не реагировать. Я говорю на том языке, который человек подтверждает, что он понимает и слышит. И вы понимаете, и самое главное, что зрители-то понимают. Даже если они говорят на украинском, я думаю, что если провести аналитичные исследования среди украиноязычных, из украиноязычного населения, они столь же хорошо понимают русский, говоря на украине. А в фейсбуке ко мне пришло сообщение с оскорблениями от одного, политика я не хочу называть, чтобы не судиться с ним, хотя я могу назвать, который говорил, почему вы говорите на другом языке. Я назову, если надо, этого литера. Это господин Салтасюк из городской партии, председатель партии «Свобода». Партия «Свобода» с какими-то делами, результатами своей жизнедеятельности должна отмечаться. А не указанием людям, на каком языке им говорить. Это просто низкая культура правовая. Во-вторых, гости, которые… Я объяснил в фейсбуке, почему это происходит. И тем не менее, они вал критики, вал каких-то неправильных выражений забили этот фейсбук. И в итоге, меня через где-то две недели сказали, что уже я не могу эти передачи вести, по каким-то причинам непонятные для меня. Я поэтому не считаю себя репрессированным ни в коем случае, потому что я добровольно не был оформлен на телеканале. Я выступал как эксперт, который мог пригласить себя в студию гостей. Но тем не менее, осадочек-то остался, как говорят в одесском известном анекдоте. Давайте рассмотрим уже последнюю анкету этого социологического исследования. Звучало оно следующим образом. По вашему мнению, какому языку необходимо предоставить статус второго государственного языка? Это мы, собственно, подводим итог сегодняшнего нашего разговора. И данные расположились следующим образом. 4% одесситов считают, что английский должен быть вторым государственным. Мысль здравая, кстати. Я вспомню сейчас анекдот, расскажу. 57% считают, что русский язык. И 39% опрошенных считают, что должен быть один государственный язык оставаться украинским. Вот я анекдот обещал рассказать. Оптимист учит английский, пессимист китайский, а реалист устройство автомата калаш. Пусть не болит корректно, но тем не менее. Все-таки 57% одесситов считают, что русский должен быть вторым государственным. Давайте поймем почему. На самом деле тенденция мировая, не только европейская, она говорит о том, что из тех 200, порядка 18 государств, которые существуют в наше время, будет происходить регионализация, будет проходить переход к территориальным громадам. Я сторонник той версии, что порядка 600 крупных мегаполисов, которые создадут агломерацию, они вберут в себя основные креативные, скажем так, составляющие тех или иных этносов. И это будет как раз решением проблемы вот этого национализма, который является просто уже пережитком прошлого. И мы говорим с вами, что в этих агломерациях будут люди говорить на том языке, который принят большинством этого населения. Соответственно, тема национального, на каком языке, она потепонечку уходит на второй, на третий план. И мы к этому не можем возвращаться, потому что Европа уже сама называется. Европа не государств, а Европа регионов. А теперь уже не Европа не регионов, а Европа городов. И городская культура, она как раз и говорит на том языке, на котором она столетиями, тысячелетиями привыкла говорить. Конечно же, никто не говорит, что если будут вложены серьезные деньги в подготовку людей, говорящих на украинском языке, постепенно, со временем, годы пройдут, когда люди будут побеждать этот государственный язык. Но это не значит, что период времени, когда явно доминирует русский, например, язык, должен пропасть зря и не востребован быть людьми и не стать вторым государством. Это неправильно, это просто неправильно. Парадоксальная ситуация, что по одним из последних данных, язык общения в Киеве русский, большинство киевлян говорит на русском языке, несмотря на то, что Киев расположен в целом в украиноязычном регионе. Я еще приведу, Шотландия постоянно постулирует себя как страна, пытающаяся провести референдум, и вот-вот-вот они отделятся. Но они же говорят на английском языке. То же самое в Испании, которое Каталония уже практически приняла, все эти вещи только там договорились в последний момент, чтобы Каталония не выходила из состава Испании, они говорят на испанском языке, том языке, которым говорит большинство населения и который удобен людям. Что должно произойти в Украине, чтобы власть обратила внимание на эту проблему? Надеемся, что уже в самое ближайшее время. Я думаю, что этот момент не должен допускать каких-то выходков радикальных, выходок радикальных, экстремизма. Он должен обсуждаться на научных кругах, на эфирах, на круглых столах, на конференциях, и перейти плавно в научную плоскость дискуссии. Потом дискуссия должна развиться в гражданском обществе и найти на этот концепт. То, что украинцы, одесситы особенно, всегда умели договариваться. Мы договариваемся, потому что мы понимаем друг друга. Договорившись, мы получим результат, который мы все говорим. Скорее всего, должен быть на Украине два, в Украине вернее, два языка государственных. Это русский и украинский. И это будет нормальным процессом. Когда ситуация поменяется, языковая, возможно, опять какой-то из них будет доминировать. Это тоже нормально. А еще лучше, чтобы английский язык был государственным, как вы правильно сказали, для того, чтобы было удобно просто работать и вписаться в тот мейнстрим, который мы с вами видим, и который допускает сейчас появление роботов, автоматов, полуавтоматов, на которых нужно знание в итоге человеку, знать языка, потому что инструкция написана на английском языке тоже. И вот таким путем нужно идти. Сложно представить, когда в нынешних условиях, когда Россия повсеместно объявляется страной-агрессором, что русский язык у нас будет принят в стране государства. Но фактически мы даем одно из направлений власти, на которое стоило бы обратиться. Говорить надо, общаться надо, дискутировать надо и принимать консенсусно взвешенные решения в последствии с сообществом, с представителями в виде гражданских организаций общественных, которые бы вбирали в себя культуру языковую, беседуя со своими избирателями, со своими гражданами. Ведь давление от людей, от населения, мы не замечаем, которые бы требовали дискриминацию того или иного языка. Наоборот, все хотят, чтобы осталось так, как есть, но для удобства нужно, чтобы русский язык имел статус более высокого уровня. Спасибо, Геннадий, за экспертное мнение. Я напомню нашим телезрителям, мы анализировали языковой вопрос и основывались на результатах социологического исследования, которое провел Центр этнических и политических исследований ЛАДС. Президент Центра был сегодня у нас в эфире. Спасибо еще раз. Оставайтесь на репортере, увидимся в следующей социологии.